всем большой привет с вами виктория и канал кулинарии сегодня готовлю вот такой пирог к чаю тесто замешивается очень быстро буквально за 5 минут плюс время на выпечку также вам покажу небольшой лайфхак который поможет вам сделать пирог еще более пышным и воздушным для начала в 200 миллилитров молока добавляем одну столовую ложку 9 процентного уксуса у меня уксус яблочный можно добавлять любой немного перемешиваем и отставляем на 5 минут и потом я вам расскажу зачем я это сделала далее в миску выбиваем 3 яйца к яйцам добавляем щепотку соли и 200 грамм сахара и взбиваем миксером до пышности нам нужно чтобы масса побелела и хорошо увеличилась в размерах этот процесс занимает примерно 5 минут далее подготавливаем муку в муку добавляем 2 чайные ложки разрыхлителя и перемешиваем затем яйца с сахаром добавляем любимые ароматизаторы у меня это ваниль можно добавить цедру лимона или сок лимона и добавляем 70 миллилитров растительного масла у меня смесь масел ореховое масло и обычное растительное и добавляем 200 миллилитров молока которое мы отставляли на 5 минут за счет уксуса молоко уже будет не таким однородным она немножко пойдет такими небольшими хлопьями это такой мой небольшой секретик для того чтобы тесто стало более рыхлым и воздушным также она будет более пористым все немного перемешаем миксером недолго нам нужно чтобы яйца с сахаром не осели и частями будем просеивать муку у меня здесь 250 грамм я рекомендую просеивать не сразу всю муку а просеет 250 грамм посмотреть на консистенцию если нужно добавить еще 2-3 столовые ложки в описании под видео я вам оставлю точное количество муки которая мне понадобилась тесто не должно получиться слишком жидкое и не слишком густое она вот так стекает ленточкой с лопатки подготавливаем формочку я буду использовать формочку размером 24 на 16 сантиметров можно использовать любую формочку диаметром 22-24 сантиметра отправляем запекаться тесто в духовку разогретую до 180 градусов на 35 45 минут ориентируйтесь на особенности вашей духовке в итоге пирог у меня спекался в течение 50 минут проверяю его деревянной шпажкой на выходе шпажка должна быть сухая по желанию пирог можно сверху присыпать сахарной пудрой давайте же поскорее отрежем кусочек посмотрим какой он получился внутри посмотрите какой воздушный пористый получился у нас пирог и все это за счет того что мы добавляли уксус молоко получается очень-очень вкусно пирог получился действительно пышный и воздушный попробуйте и вы тоже приготовить такой пирог всем желаю приятного аппетита не забудьте поставить лайк подписывайтесь на мой канал всего вам самого доброго и до новых встреч с вами была виктория до новых встреч